Муфтия Дагестана также продолжает благотворительную деятельность. На этот раз помощь получили больницы Кизляра и Кизлярского района. Помимо этого, жителям муниципалитетов раздали продуктовые наборы и погасили долги нуждающихся людей в магазинах. Подробности знает Хамзан Нурмагомедов. Вот Стоннельсан закупил эти капельницы, тысячу штук. Куда вы скажете, мы сейчас их передадим еще. Эти капельницы поступили в центральную городскую больницу Кизляра. Они необходимы в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам большое. Очень кстати ваша помощь. Здоровье нашим людям очень нужно. И мы большую благодарность вам выражаем за вашу помощь. Нам сейчас как раз очень кстати. Вот и до трех сабахадула. Мы развернули 10 отделений именно по пневмонии. На сегодняшний день потихоньку идет на снижение. Вам конечно огромное спасибо, что с Махачку приехали. Нашли время. Еще 800 капельниц доставили в медучреждение Кизлярского района. Там тоже говорят о положительной динамике и снижении темпов заболеваемости. Отмечается положительная динамика. Идет на спад потихоньку. Я сам работаю заведующим кардиологическим отделением. В этом же отделении остался. Отмечается значительно положительная динамика. Потому что дежурный я еще 4 дня назад. Я принимал 102 человека за сутки. А вчерашний день 47 больных. Сегодня первая партия наших врачей вышла уже с Серебряковки. 14 дней отработали. Нормально вроде. Все сотрудники на ногах. Врачам также оказали материальную помощь и раздали им продуктовые наборы. А в честь профессионального праздника, Дня медицинской сестры, сотрудницам больницы передали цветы. Хотели бы выразить огромную благодарность и знательность за ваш труд и помощь, которую вы оказываете людям. Спасибо вам большое. Спасибо огромное вам. Спасибо за внимание. За праздничные наши девочки работают. Вам всего доброго. А мы постараемся сделать все, чтобы вы были счастливы и здоровы. Помимо помощи врачам, среди нуждающихся жителей Кизляра и Кизлярского района также распределили 300 продуктовых наборов. Я хочу отблагодарить фонд ИСАН, который протянул нам руку в такую трудную минуту. И все будут благодарны вашей помощи. Дай Аллах вам здоровья. Помимо этого, в местных магазинах погасили долги 11 малоимущих семей. Все они находились в трудном положении и были вынуждены брать необходимые товары без оплаты. Где-то вот эта сумма вышла, 14 тысяч. Представители Муфтиата продолжат выезжать по всему Дагестану и оказывать всевозможную помощь населению, пока в этом будет необходимость.